Алга! Алга, Казахстан! Алга! Ну как дела? Погода плюс 17 градусов. Это что за такое, а? Мы начинаем новую эру трансформатора. И Казахстан вместе с тобой. Самая главная идея трансформатора – это стирать границы. Хочу вам показывать именно молодых, очень амбициозных, агрессивных, предпринимательных. О, ничего себе! Упаковочка! Сколько зарабатывает этот магазин в месяц? Да ладно! Азам! Идем в сердце, IT-сердце Казахстана. Чтоб почувствовать труд твоих тепло, хочу найти тебя медленно. Азам! 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 Сейчас будет обед со спикерами. Я вот с ними тоже познакомлю. Это очень интересные люди. У каждого свой бэкграунд, у каждого свой багаж знаний. Занимаемся таксомоторным бизнесом. Мы представлены в Астане, в Алмате. В основном работаем, партнеримся с Яндексом. Это наш такой ключевой партнер. Также работаем в секторе B2B. Это нефтяные компании, долгосрочная аренда и так далее. Но сейчас все больше и больше мы фокусируемся на том, чтобы увеличивать наш парк. Сейчас ждем легендарную Лада Гранта, новая Гранта. А сколько ты начал свой бизнес? В 19. В 19? Чем ты занимался? Коктейлями занимался. Бабл Ти. Китайское название Цен Цунайца. Поехал в Тайвань. Заключили с ними, получили эксклюзивный контракт. Завезли сюда, открыли первую точку в торгово-развлекательном центре галерея. Так прям такой бутик-шоп. Дальше Арбат и покатило. Это 15 точек. Короче, первые деньги я там заработал. Хочу вам показывать именно молодых, очень амбициозных и даже с какой-то точки зрения агрессивных предпринимателей. Вы просто посмотрите на них. Это просто космос. 31 год, огромный автопарк автомобилей, IT-компания. И в фастфуд тоже заходит, постоянно обучается, постоянно летает в Штаты, ищет какие-то идеи новые. Со своей историей с Бабл Ти я решил открыть такие вендинговые автоматы. Поехал в Москву, там у вас фут-доги продавались на автоматы. И как раз проехал на командир такси. Запустил командир здесь местный. Наша концепция, она понравилась и городским властям. Нас город очень хорошо поддержал, нам они дали финансирование. Друзья, заметьте, что такое предпринимательское мышление. Это где бы ты ни находился, куда бы ты ни ехал, ты постоянно рассматриваешь какие-то новые идеи, что ты привозишь с собой. Вот Макс, пример такого человека, что где бы он ни находился, он видит что-то и потом привозит с собой и здесь внедряет. В планах у нас есть прям такую экосистему выстроить, это 6 газовых заправок по городу. У нас будет общежитие на тысячу мест, с северного Казахстана, сюда будут люди приезжать. Мы им что даем? Зарплату, работу, питание, проживание. Человеку нужно дать приятные условия, дать показательные, что ты о них заботишься. Мне очень нравится, что современные предприниматели сейчас строят уже бирюзовые организации, когда местное менеджмент, это коучинг, самоуправление, когда о людях заботятся в компаниях, не отжимают. Мне нравится, если я создаю что-то и это пользуется спросом, я просто кайфую от этого. О, нифига себе, смотри, лошадь съели, всю голова только осталась. Буквально через час я выйду на сцену в Ридс-Карлтоне. Тысяча предпринимателей из Казахстана пришли посмотреть на 6 очень уникальных, интересных спикеров. Я буду завершающим, не знаю, насколько я буду уникальным и интересным, об этом, наверное, скажут потом в соцсети. Я буду сегодня рассказывать про рынки, про продукт и про упаковку. Ну, собственно говоря, это то, в чем я являюсь специалистом, это моя основная, наверное, компетенция. А вы побудьте с нами немного, точнее, со мной, потому что мне, как обычно, немного страшно и не по себе. Поехали. Вот они, единые личности Казахстана. Ребята качают Инстаграм. Расскажи, как ты вообще пришел к вайнам? Вот так, в трех словах. Ну, как? Какой у тебя сейчас результат вот всего этого? Я всегда играл в КВН. Ну, и юмор должен был куда-то уже перерастать. Я начал снимать вайны. Жизнь изменилась на 360 градусов вообще. Да, вот, кстати, Инстаграм. Можете посмотреть, что делают ребята. Это, конечно, очень классно. Ты стал предпринимателем? Да. Да? Кто покупает рекламу? Как много покупают? Рекламу покупают нормально. Мы сейчас уже, слава богу, на таком уровне, когда больше мы выбираем, нежели мы берем там все заказы подряд, мы уже выбираем больше крупных клиентов. Думаю, где-то за полгода я набрал оборот нормально, а так до этого я очень часто снимал. Я каждый день что-то снимал, я прям жил этим, я каждый день думал, что бы снять, что бы снять. Ходил постоянно идеи. Я понял, что все это не просто так, это типа не просто игрушки. Оказывается, из этого можно что-то там, ну, вытащить и очень много чего-то. И мы начали развиваться. Ничего, худая холоса, биздили, вулат, миллион ехать, зютюбта. Я, верни, салем. Представьте, что это рэп, я просто буду на казахском разговаривать. Ты красава, брат. Ладно, пойдемте выступать, ребятушки. Ну что, вы готовы? Двухминутная готовность. Я выхожу в зал. Солдаут, тысяча человек в зале. Первый Дмитрий Партнерки! Я хотел отдельно сказать спасибо за встречу, за гостеприимство. Просто невероятное. Для меня сегодня выйти на эту сцену и увидеть солдаут – это показатель того, что тренд на предпринимательство не только в России. Как вы думаете, сколько бизнес-планов я сделал за 11 лет в бизнесе? Тысячи, пятьдесят, ноль. Ни одного бизнес-плана я не сделал за всю свою жизнь. Хотя заработал миллионы долларов. Почему для меня «Форбс» важен? Потому что, во-первых, для меня это вызов, который меня реально изнутри толкает. И, во-вторых, я хочу доказать всему подрастающему поколению, что обычный парень из маленького города, абсолютно с никакими возможностями, может войти в топ самых богатейших людей России. Мы в России, мы в Казахстане. Мы всегда будем на связи. В любой точке мира мы можем собираться и проводить крутое время. Добро пожаловать в Москву. Мы всегда готовы встретиться и провести так же классное время. Спасибо вам огромное. Просто суперчеловек с суперэнергетикой, который просто взорвал сегодня зал. Я сейчас провел небольшое интервью, и мы отправляемся в гости к Рамилю Мухаряпову. Я с этим предпринимателем познакомился вчера. Он был тоже одним из спикеров нашего форума. И он является молодым предпринимателем, миллионером, с основателем одной из самых крупных IT-компаний в Казахстане. Они называются «Шока Фэмили». Они продают авиа и ЖД билетов на огромные суммы. Также имеют сервис по доставке еды. Еще много разных проектов, поэтому сейчас мы поедем к ним в офис, познакомимся поближе и покажем вам еще один кейс очень успешных молодых предпринимателей. Друзья, мы находимся сейчас рядом с бизнес-центром «Смартпоинт». И со мной рядом находится Рамиль Мухаряпов, человек-основатель, сооснователь «Шока Фэмили». «Смартпоинт», сразу же с улицы скажу, это место, где сидят очень многие IT-компании Казахстана, поэтому идем в сердце, IT-сердце Казахстана. «Смартпоинт» — «Смартпоунт» — «Арт» — «Творческое пространство». «Мы все доступны нашим сотрудникам». Днем здесь, если брать обед, здесь прям кишит людьми, все играют, все общаются. Есть игрок-коворкинг, здесь есть всякий прикольный стартап, например, китайский стартап «Офа». Это байк-шеринг. Фишка в том, что не надо оставлять велик куда-то в станцию, в любом месте его бросаешь, мобильное приложение видишь, сфер-код ты его разблокируешь и погнали». Если у вас нет офиса, но вы не хотите работать дома, И вас это напрягает, когда вы хотите работать в таком комьюнити. 150 долларов в месяц. Пожалуйста. Тоже интересный фото. Называется Nomi. Привет, ребят. Ты предприниматель. Это ваша разработка? Расскажи про продукты. Как тебе пришла эта идея в голову? Мы делаем роутеры. Называются Nomi. Nomi это роутер, который позволяет быть на связи. И в Казахстане, и за рубежом без разницы. А здесь внутри сим-карты или что? Там нет сим-карты. Вам не нужна сим-карта. Вам нужен просто небольшой чип, который напрямую сам к оператору подключается. То есть, грубо говоря, вы приходите в кафешку, он сам подключается. Проверяет скорость. Где производится будет? В Тай. Где? В Шинчжин? В Шинчжин. Огонь. А, Дима, ты же специалист по Китаю. Это моя тема, да. Еще вопрос. Уже какие-то деньги привлекали? Да, мы делали краудфандинг-компанию. Ну, сейчас около 103-105 тысяч долларов. Инвесторы еще требуются? Требуются. Дашь мне свою визитку? Вообще интересная очень штука. Молодец. А скажите хоть, что вы? Это канал Трансформата, самый популярный канал. Ты прикалываешься в смысле сейчас? Я не прикалываю, все серьезно не ставить. Короче, все инвесторы находятся там. И сегодня я твой, как это правильно, черный лебедь, да, можно так назвать? Да. Абсолютно бесплатно, специально для тебя. Спасибо. Посмотрите на этих талантливых молодых ребят. Я хочу, чтобы вы это все видели, потому что это реальность. Смотрите, им по 20-25 лет. Мне кажется, что главная фишка ЧОКа – это подход к HR. Мы, например, сделали всех наших сотрудников нашими партнерами. У них у всех есть опционы, абсолютно у всех. И 22 человека из них уже имеют наши доли. У нас есть вот ребята, которые внедряют какую-то автоматизацию в HR процессах. А сами мы работаем сейчас над тем, чтобы внедрить элементы искусственного интеллекта при найме. Мы хотим построить такую децентрализованную систему, где каждый человек, он будет предпринимателем. У нас есть тест специальный, который мы проводим. Если мы видим, что у тебя денежная мотивация, мы, скорее всего, не будем тебя брать. Потому что мы видим это, системно видим. Те люди, которые о деньгах как раз не думают, они просто интересен проект. Они гораздо включеннее, они гораздо продуктивнее. И в конечном счете они больше зарабатывают. Вроде он не за деньгами пришел, зарабатывает почти все. Апцион, он как-то влияет на их доход? Ну, сейчас это опцион. Но столько, сколько зарабатывают наши ребята, я думаю, никто в других IT-компаниях, может быть, еще в Казахстане, зарабатывать не будет. Почему? Потому что мы видим, что мы растем быстро. Мы верим, что в 2020 году мы сделаем IPO. Мы достаточно уверенно к этой цели идем. Это интересно, друзья. Мне кажется, на уровне ощущений, если люди чувствуют какую-то сопричастность, вообще работать в этом направлении, это тоже важно. Ну, а если в долгосрочном счете они смогут с этого что-то доработать, то это отлично. Мне кажется, что вот по таким местам надо оценивать, вообще, насколько бизнес развивается, кто бизнес в мире. Здравствуйте. Дмитрий. Могу рассказать о нашем подходе к обучению. Мы только-только сейчас... Можно обрисовать? Конечно. Начинаем его реформировать. Мы не хотим обучение централизовать. Поэтому мы хотим, чтобы у каждого подразделения руководитель был готов команду обучать. Задача Расула подготовить руководителей к тому, чтобы они могли учить-учить. Мы хотим запустить максимально активный процесс обмена информацией в компании. А как создать осознанный запрос на обучение у людей? Потому что многие... Составлять тоже нормально. Составлять нормально. У нас есть инструмент встроенный. Такой сводный рейтинг всех сотрудников Чуко Фэмли. Он строится на основании оценок по двум параметрам. 80% оценки – это профессиональная работа. А вторых 20% – это личность на развитие. Мы их пушим на развитие. Это обязательно развиваться внутри. Когда у меня появился запрос на обучение, я еще долгое время учился учиться. В вашем случае это изначально брать людей, которые будут готовы обучаться. Ну, постарайся так, да. Сейчас пойдем познакомимся с ребятами. У них бизнес по пошиву мужских костюмов. Интересная ниша, мне кажется. И причем они делают это такого премиального качества с точки зрения картинки и упаковки. Но в то же время они продают костюмы по 15-25 тысяч рублей. Да, привет. Вы мне уже как родные пацаны стали. Спасибо. О, ничего себе, упаковочка. Привет. Познакомьтесь, это Улукбек. Мы с ним познакомились еще в Москве года два назад, да? Да, да. И Улукбек очень внимательно слушал мои выступления по упаковке. Расскажи, как ты пришел в эту нишу? Я первый раз, когда увидел тебя на пробуждении в Калининграде, увидел, что ты занимаешься с Китаем, у меня внутри все горело. Ты почти то же самое время провел в Китае, что и ты, но ты добился там невероятного успеха. Я сидел, мне все кипело, думал, блин, надо тоже заняться этим. Пошел в ту нишу, прогорел, минус 4 миллиона рублей. С партнером зашли, пытались что-то сделать, ничего не получилось. После уже пришли костюмы. Приехали сюда, пытались что-то пошить на себя сначала. Цены невероятно дорогие. Решил запустить сам. Сначала привезли 11 моделей ткани, шили для себя 11 моделей костюмов. Начали их носить, выкладывать фотографии, что-то. И вдруг наши друзья, друзья, друзья начали интересоваться. То есть ты почувствовал, что рынок есть, спрос есть, клиенты готовы покупать. И вы запустили дешевый сегмент. Вот я смотрю, просто упаковка мощная, упаковка премиум. А сегмент достаточно дешевый. Мы как-то совместили это очень классно. Ты так планировал сделать? Мы не планировали, мы поначалу около 3 месяцев не могли найти свою аудиторию. Мы сделали такую неплохую упаковку, начали выкладывать. Смотрим, никакого отклика нету. С фотосессию делали сами. Сами на себя, выкладывали фотографии, ничего не пошло. Решили переупаковывать. Позвали моделей. Сделали нормальный контент, нормальные фотографии. А ты цены пишешь в инстаграм? Цены нет вообще в инстаграм. Почему? Вот это самое главное, за что надо цепляться. Я потому что посмотрел твой инстаграм, и мне кажется, что тот человек, который зайдет и его увидит, он в первую очередь подумает, что, блин, это по-моему дорого. Это не про меня. Если вы будете писать цены, это будет просто бомба. Люди прямо там будут записываться на примерку, и прямо там его могут и покупать. Ну что ты, блин? Я же говорил об этом. Сделали. Давай, проведи нам экскурсию. Сейчас у вас 5 магазинов. Да, 5 магазинов. Это 2 магазина в Алматы, 1 в Астане, Уральск и Атрал. Планируем выйти на Москву. Вот сейчас как раз рассматриваем партнеров. Здравствуйте. Ребята, сады, да. Сразу видно, кто нас узнает. Улыбка, вы не сраб. Вот отсюда идут наши разработчики. Когда мы начинали, где-то к третьему году нашего существования, у нас было всего, на удивление, 2 разработчика. У нас тогда было человек 100. В IT-компании 2% всего лишь разработчиков. А сейчас примерно 25%. Расскажите сейчас, какие у вас проекты в Choco Family и по цифрам покажем. Мы номер один на рынке купонных сервисов в Казахстане. У нас 98% этого рынка. Мы выставляем, например, все доставки для Бурглекинга. Мы делаем это за 25 лет цену. Да. Какой оборот в деньгах всей группы компаний в Choco? Я думаю, где-то 120, наверное, 150. 150 миллионов долларов. А ты говорил, что вы будете выходить на IPO, и это будет группа компаний? Да, это группа компаний, однозначно. На базе Choco очень правильно все такие сервисы объединять в одну компанию. И этой толпой выходить на биржу. Наши две важные награды. Нас признали лучшим работодателем Казахстана 2014 года и лучшим работодателем Национального Азербанта 2017 года. Ничего себе! Трансформатор года! У нас, кстати, тоже запускается скоро премия Трансформатор года. Мы будем выбирать самых лучших, самых результативных предпринимателей не только в России, но и в странах СНП. Как ты оказался на обложке Forbes? И какая у вас была скандальная ситуация? На тот период мы сделали две, наверное, самые резонансные сделки на рынке. Мы купили двух конкурентов и, по сути, еще раз подтвердили, что идем по пути IPO. Ты в форме пилота там был. Я в форме пилота. Почему? Потому что вышел ролик нашего Choco Travel. Choco Travel – это самые низкие цены на авиабилеты в Казахстане. Мы хотели эту мысль довести, что у нас все авиабилеты без наценок. Директор одного из агентств с Украины предложил изобразить дословно следующее, что давайте мы сделаем два ролика. Один для женщин, другой для мужчин. И в ролике для мужчин, соответственно, есть стюардессы, у которых изначально у них есть головной убор, видно только их лицо. И по мере отдаления камеры видно, что на самом деле они раздеты. И тот текст, который они говорят при этом, он следующий. Типа у нас ничего лишнего на нашем сайте, никаких наценок. Я надеюсь, вы использовали форму несуществующей авиакомпании. Да, форму несуществующей авиакомпании. Кто-то зачем-то посоветовал запустить вначале женский ролик, а на следующий день мужской. Мы запускаем женский ролик, и на нас сваливается огромное количество феминистских сообществ, которые говорят о том, что этот ролик сексистский. Может быть, он эротический, сексуальный, но не сексистский. То есть там какого-то унижения женщины, какой-то дискриминации мы до сих пор не видим. Предлагаю прямо сейчас посмотреть этот ролик и написать мне в комментариях, что вы думаете по этому поводу. На Чоку Тревел ты можешь купить билет на мой самолет. Или на мой. И на самолеты практически любых авиакомпаний мира по минимальным ценам и без комиссии. На Чоку Тревел ничего лишнего, только бонусы. 5 тысяч тиньки за первую покупку и 1% за каждую последующую. Чоку Тревел. Сервис покупки авиабилетов без наценок. Костюмы от 10 тысяч рублей, да? Да, от 10 тысяч рублей. И до? До 40 тысяч рублей. Да, хорошо. Ткань вы берете в Китае, где вы отшиваете? Отшиваем в городе Тарас, откуда я родом сам. Там отшиваем. Все на аутсорсе. А лекалы и прочее? Мы заказали лекалы, сшили на себя и уже начали штамповать под наш бренд. Что самое сложное было в этом бизнесе? Самое сложное было подобрать аудиторию. Люди не понимали, что мы, кто мы, откуда мы взялись и почему должны у нас брать. Мы привлекли каких-то медийных личностей. Сначала не тех, которые подходят на нашу аудиторию. Потом начали выходить на бизнесменов, таких топовых звезд, которые снимаются не на рынке Казахстана, где-то в России, в Москве. И тогда тема пошла. Отлично. Сколько вы сейчас продаете? Есть какие-то цифры? Да, цифры есть. В месяц мы продаем около 100 костюмов. Только вот точка по алмати. Одна точка? Одна точка. О, да ладно? Азам! Слушай, ну круто, мне нравится очень. И цвет обалденнейший. Сколько ты инвестировал? На начальном этапе мы вложили 1 миллион рублей. 1 миллион рублей. На то, чтобы отшить первую партию костюмов, и сделать какой-то ремонт. Это первый магазин у вас? Это первый магазин. Красиво получилось. Кто делал дизайн? Сами. Сами? Дизайнеры занимали сами. Вот красавчики. Так, у вас здесь 4 гардеробные. Сколько квадратных метров? 75 квадратных метров. Сколько аренда здесь стоит? Аренда стоит 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей в месяц. Сколько зарабатывает этот магазин в месяц? В месяц оборот 3 миллиона. 3-3-3,5 миллиона рублей. Азан, по-моему, ты какой-то крутой стал после того, когда ты делал костюмы. Это есть синдром костюма. Ты что, малыш? Ты только что был моим водителем. Что сейчас является вашим клиентом? Нашим клиентом от 19 до 35-37 лет. Это либо топ-менеджеры, либо начинающие бизнесмены, так и действующие бизнесмены. Студенты приходят? Студенты приходят. Они просто в шоке. Все в шоке от центра. Как так? В чем подвох, да? Ты разговариваешь на китайском очень хорошо, да? Да. Ну что, скажи, что-нибудь покупайте наши костюмы и еще и рубашки. Я пойду померю костюм, а вы посмотрите на меня. Как лучше я буду вот в таком стиле или все-таки мне начать носить костюмы? Здесь, да? Да, да. Клубек, слушай, может это, может партнерами с тобой станем? Вообще смело. Хочешь? Хочу. Может в Москве откроем пару таких? Вообще. С радостью. Как ты думаешь, будет работать? Просто мы взорвем. Взорвем, да? Сто процентов. Что думаете, пацаны? Если мы в Москве и в Питере, и еще в других галлотниках, откроемся. Это придется ходить в костюме, азам. Конечно, хочу. Давай подумаем. Мэр, верни. Знаешь, меня как захейтили, да во всех комментариях. Верни, это его мечта, его сердце разбито. А правду говорят. Понимаешь, ты же тоже жестокий человек. Как вы думаете, принеси мне ремень. Стоит ли вернуть ему Мерседес? Пишите комментарии. Вот что мне нравится, это то, что этот костюм точно совпадает с той картинкой, на которую я смотрел. Мы берем паузу несколько дней. В ближайших выпусках мы скажем, будем мы запускать этот бизнес или нет. И кто-то из вас, возможно, может стать нашим партнером, если вы хотите. Дмитрий, можно сфотографировать извините, я занят. У нас обед кончится, что будет? Мы заехали к Максиму в гости, в компанию Эко-такси. у Максима больше 500 автомобилей, такси и это его база. Вы зарабатываете с того, что даете машины в аренду, правильно, водитель? Да. И плюс, это реклама. Да. С правой стороны у нас располагаются малярные цеха. В принципе, машина в ДТП попала, новые запчасти ставим, быстро все делаем, там в течение одного часа и уже машина на линии. Ну, в зависимости, конечно, от сложности. Покрасочный бокс. Вот они, молодые казахские предприниматели. Горжусь тобой, Мать. Спасибо. Красавец. Подскажи о машинах ваших, которые вы используете. Машины Сан-Йон Кайрон, производство, наше отечественное производство, казахстанское. Вот, крупноузловая сборка, объем 2,3. По факту, это машина, как Мерседес, только это не дороже. Для Казахстана. Ешка 124. Наш автосервис работает в круглосуточном режиме. Какой процент автомобилей у вас простаивает? Простаивает сейчас мы подошли к 5%. Это отличный показатель. У нас раньше было, когда мы на своей линии работали, было у нас 30%. За счет чего удалось снизить так? За счет того, что у нас есть постоянный большой приток заказов. И по сути, там водитель не привязан к выполнению плана или там, а у меня нет заказов. Нет, заказы есть. Все, что нужно, это просто вводи машину. Это все. Здесь у нас IT. IT наш отдел. Это элементы блокчейна. Мы будем однозначно внедрять нейронную сеть, мы хотим наложить на нашу CRM-систему. Мы открыли Эко-такси на день первого президента в 2013 году, 1 декабря. И он был первым пассажиром, пассажир номер один и первый пассажир Эко-такси. Вот, пожалуйста. Прекрасно. Он в такси едет. Вот здесь сидит с правой стороны. Для нас это большая оценка и это, конечно, очень круто, очень приятно. Максим добился колоссальных результатов. Я тебя поздравляю с тебе успехов, чтобы ты двигался дальше на мировую арену. Ребята, мы вообще дико не успеваем. У нас все расписано по минутам в Казахстане. Сейчас мы едем на Business FM презентовать наш клуб «Трансформатор». Гоним, гоним! Вся ли ничего на топливный экономит? Все, 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 все ли ничего Все, 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 все ли ничего Все, 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 все ли ничего Привет! Привет! Ну как вам пробежечка? Нормально, да? Дмитрий Портнягин и вместе с нами еще Рустам Максутов! Ура! Привет, привет всем! Ну как настроение? Отлично! В одном из своих интервью ты сказал, что с детства стремился к лучшему и хотел быть лидером. Сейчас вот, повзрослев, каково быть лидером для тебя? С точки зрения ощущений, я, наверное, нахожусь всегда где-то в начале пути. Я постоянно чувствую, что вот все, все, все только начинается. Я бы не сказал, что я сейчас добился каких-то суперрезультатов, потому что есть люди, которые гораздо больше, чем я, гораздо масштабнее, и мне это не дает возможности расслабляться. Как ты ведешь бизнес? И есть ли какая-нибудь четко выверенная система в этом? В своей жизни я не написал ни одного бизнес-плана. У меня сейчас семь направлений бизнеса, девять партнеров, и я, мой бизнес-план всегда заканчивался одним листком А4. Я просто чувствовал рынок, я примерно понимал поведенческий фактор любого клиента, психологию клиента. Я маркетолог, я продуктолог, именно в этом я всегда прокачивался, и это давало мне возможность быстро запускать бизнес, тестировать идеи, а если эти идеи выстреливали, то очень быстро их начать тиражировать. Какая сумма вообще необходима для того, чтобы жить очень комфортно? Твоя мысль какая? Я так тебе, карат, скажу, что я видел очень много предпринимателей, которые зарабатывали большие деньги, и они были супер несчастливы. Для меня, не знаю, если говорить о суммах, мне сложно сказать, иногда я могу потратить 10 тысяч долларов за месяц, иногда я могу потратить и 100 тысяч, иногда и больше, покупая что-то для себя и делая себе какие-то дорогие подарки. Я не концентрируюсь только на деньгах, я в основном концентрируюсь на том, что мне нравится, я люблю это делать, я люблю этот драйв, и вот это вот движение постоянное, безостановочное, это и есть развитие для меня. А для меня развитие это всегда стояло на первом месте. О чем мечтает и каковы планы Дмитрия Бортнягина на 15 лет? Сейчас я стараюсь мыслить примерно на 5 лет вперед, но так или иначе, я свою жизнь всегда видел свободной, я всегда принимал решение, что мне делать и как я буду жить. Поэтому я хотел быть свободным, много путешествовать, иметь какой-то масштабный проект, который будет качать на весь мир. Я всегда хотел быть популярным. До 35 лет я поставил себе цель войти в топ-200 богатейших людей России. Цена слова было это удаление канала, трансформатора. Опять же, не деньги, это возможность задекларировать, что результат достигнут. Вот это для меня важно. Трансформатор Казахстан, что это, что там будет? Я как основатель этой идеи когда-то в России, я подумал, что почему бы и дальше не развиваться, почему мы остались только на России, а где же международный опыт, например, а где же другое мышление, а где же другие рынки, кроме России. И мы начали открывать клубы с мощными предпринимателями. Мы их искать начали везде. Думаем, кто же эти ребята могут быть в Казахстане. Кайрат это тот человек, собственно, который поддержал эту инициативу. Самая главная ценность это то, что мы соберем предпринимателей здесь, в Казахстане, которые начнут общаться друг с другом, открываться друг перед другом, помогать друг другу, поддерживать. И это будет, конечно, очень важно. самое главное, помните, что Бизнес.ФМ будет всегда с вами. Мы делаем... Он тебя сделал только. Трансформатор Казахстан Аллах! Так, ну что, друзья, Трансформатор двигается дальше и наш клуб сейчас открывается в Казахстане. Спасибо огромное ребятам за то, что поддержали. И сегодня по-настоящему исторический момент для нас это лицензионный договор, который дает право использовать торговую марку Трансформатор и использовать все наши наработки, все, что касается нашего продукта Трансформатор клуба. Казахстан и Россия объединяются, объединяются предпринимателями. Мне кажется, что это самая сильная связь, которая только может быть. интеграция Россия и Казахстана всегда была исторически правильной. Мы являемся самыми близкими соседями, мы являемся теми людьми, которые близки по духу и мы братья, всегда мы были братья, русские, казахи. И чем больше будет бизнесменов в нашей стране, тем больше будет наша интеграция и коллаборация. Мы начинаем новую эру Трансформатора уже с новыми силами и Казахстан вместе с тобой. Спасибо. Ура! Друзья, Дима Портнягин, Николай Роганов, Александр Пак и Хайрат Найберген делают трансформатор Казахстана. Друзья, кто хочет подключиться к нашему клубу Трансформатор, я внизу оставляю ссылку. Посмотрите, если вы с результатом, если вы хотите расти, продолжать развиваться, пожалуйста, велкам. Казахстан, Трансформатор объявляется открытым. Ура! 18 марта 2018 года официально объявляется днем создания клуба Трансформатор в Казахстане. Ура! Я поздравляю тебя, партнер. Спасибо, брат. Дорогой вице-президент клуба Трансформатор, я поздравляю тебя, ты поздравляешь меня. Это прекрасная сделка. Ребята, наконец-таки, я каждый раз безумно радуюсь, когда сначала Украина, теперь Казахстан, и я уверен, еще много-много республик будут под этой обалденной гидой, под этим обалденным объединением предпринимателей, и мы стрельнем. Самая главная идея Трансформатора это стирать границы. Между Россией и Украиной граница стерлась, между Казахстаном и Россией граница стирается. Скоро это станет большим мировым сообществом, не имеющим границ, но имеющим огромное количество возможностей, которыми может пользоваться любой участник этого клуба. Контракт подписан. Лондон, Дубай, Санкт-Петербург, Шанхай, Нью-Йорк. Это только начало. Союз советских предпринимателей. Союз советских предпринимателей. Красава. Ну вот, видите, костюмчик приодели. Ребята, это был прекрасный выпуск из Казахстана. Мы провели прекрасные двое суток здесь. Мне кажется, прошла целая вечность. Вы просто посмотрите. То, что мы показали в выпуске, это всего 15% того, что мы делали. Но надеюсь, вам понравилось. Все казахи, поставьте лайк. Что? До встречи в следующих выпусках. Давай, сфотографируем. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok